Чем отличаются системы ФБС от ФБО? У нас уже десятки положительных отзывов и сотни довольных клиентов. Что отправлять? Какую модель? Какой размер? В каком количестве? Мы его собираем, попоем, мы готовимся к поставке нашего товара на склады. И они получат нашу продукцию не через неделю, а на следующий день. 4, 5, 6 дней до недели, да? Через личный кабинет, приготовить поставку, количество, в какие города, да? Для клиента это быстрее срок доставки. Пали продажи по ФБС, либо нет вообще продаж по ФБС. Что вообще сюда включает ФБО? Новосибирск, это Краснодар, это Красноярск, это еще там пара регионов. Друзья, привет! Как я уже говорил, в предыдущем выпуске мы готовимся к поставке нашего товара на склады. До этого мы работали по системе ФБС. То есть мы, например, поступил заказ в личном кабинете, где поступил заказ. Мы его собираем, пакуем, клеим сюда этикетку специальную, относим это в пункт выдачи заказа в ПВЗ. И, собственно, этот браслет, этот заказ, да, отправляется клиенту. Сейчас мы первый раз решили сработать по системе ФБО. Чем отличается система ФБС от ФБО? Например, если вы условно находитесь как клиент в Новосибирске и хотите заказать браслет, то у вас получается логистика, да, то есть, ну, доставка, она как бы, ну, там, будет занимать, например, если мы в Московской области находимся, то, ну, там, 4-5-6 дней до недели, да. Это как бы не очень удобно. То есть, соответственно, человек смотрит, например, этот браслет ему может приехать завтра, а вот этот через неделю. А там день рождения, например, там тоже завтра, к примеру, или там через 2 дня, да, подарок надо заранее подготовить. Поэтому, собственно, для клиента это неудобно. Чтобы сократить вот эти вот логическую, логистическую не цепочку, а время доставки клиента, мы перешли вот на ФБО. Что это такое? Что вообще сюда включает ФБО? Смотрите, мы сначала, собственно, готовим, как бы буду собирать заодно в коробочке, да, паковать и вам расскажем. Что это такое? Мы с командой менеджеров, которая с нами работает, ребята, мы определили те регионы, в которые у нас было больше всего заказов, да, по России. У нас там это Новосибирск, это Краснодар, это Красноярск и это еще там пара регионов. Мы определили регионы, потом мы определили продукцию, которая туда отправится, потому что тоже легко сказать, ну, типа, вот ФБО, все, давайте отправляем, везем. А что отправлять? Какой модель? Какой размер? В каком количестве? Непонятно. Собственно, мы сделали просчет тех топовых моделей, которые у нас больше всего заказывались в определенные регионы. Мы составили поставку, вот у нас как раз ребята из команды сделали поставку и собрали эту продукцию. Как это работает? У нас 5 складов, 5 коробочек, да, то есть там Новосибирск, там Краснодар, там Красноярск, да, Московская область, там и Петербург. Мы, собственно, раскладываем вот эту модель браслетов и размеры. Мы раскладываем в каждый склад определенное количество, куда-то у нас, у нас это первая поставка, поэтому минимальное количество. Куда-то там, например, в Новосибирск 5 моделей поедет, в Санкт-Петербург 3 модели поедет и так далее. Мы приготовили эти браслеты, распечатали на них штрих-коды, сейчас я это все упакую по вот этим коробочкам, потом мы распечатаем в личном кабинете, у нас как раз менеджер пришлет такую, ну, QR-код поставки. Мы его наклеим вот сюда, все это соберем в кучу, отвезем это, поедем на склад. На складе, вот в Азоне мы поедем, у нас склад получается в Щербинке, и там нужно за сутки готовить поставку, да, то есть мы не можем условно взять просто и приехать. Там нужно через личный кабинет приготовить поставку, количество, в какие города, да. Мы берем это, сохраняем, даем номер автомобиля, на который мы приедем. У нас определенное время отгрузки будет, там менеджер, который занимается у нас Азоном, говорит, там за час надо это все сделать, ну, там, например, с 12 до часа. Вот мы с 12 до часа привозим эти коробки, да, внутри браслеты, там сотрудники склада это все пикают, забирают на основном складе. И потом идет, почему у нас 5 коробок и не одна, да, потом идет со склада отправка по всем регионам. Зачем нужно, например, по разным регионам отправлять, чтобы зона покрытия доставки была на всю Россию, да, там Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Санкт-Петербург. Тем самым мы покрываем логистическую, да, как бы логистическую зону доставки. И тогда клиенты, которые у нас заказывали, например, в Новосибирске, они получат нашу продукцию не через неделю, а на следующий день. Потому что основной склад уже отправит на другой склад в этот регион наш товар. Собственно, этим и ФБО отличается от ФБС. Какие плюсы, да, ФБО? Быстрее доставка, индексация товара, карточки самой тоже, получается, будет выше. Потому что человек смотрит, ну, то есть, те модели в том регионе, которые быстрее добавляются, они сверху находятся. Те модели, там, ну, браслетов, украшений, товаров какого-то другого, они снизу. Поэтому шанс на то, что наша продукция будет выше, он больше. Для клиента это быстрее срок доставки, для нас, собственно, оно выше оборачиваемость. Поэтому мы заходили в систему, ну, мы заходили когда на Озон, мы работали по системе ФБС. Сейчас переходим и на ФБО, и на ФБС. Еще один момент. Можно работать по двум системам, то есть, нам никто не запрещает вот это отвезти на склад. На складе будет видно, там, определенное количество браслетов, да, у нас, как бы, ФБС, там, 20 штук есть. ФБО, точнее, да, 20 штук есть, на складах лежат. ФБС у нас также остается в продаже, и те, кто захочет, ну, просто заказать, мы также будем собирать и отправлять через ПВЗ. То есть, уже лучше, как бы, работать по двум системам по ФБО и ФБС лучше. Поэтому, если вы столкнулись с проблемой, что у вас, ну, там, упали продажи по ФБС, либо нет вообще продаж по ФБС, попробуйте сделать первую тестовую партию, да, первую тестовую отгрузку по системе ФБО и посмотреть, да, как бы, типа, насколько у вас выше увеличится оборачиваемость. Поэтому готовим. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете нас, за то, что вы верите в наш бренд. Очень круто, на самом деле, мы полгода на маркетплейсах, у нас уже десятки положительных отзывов и сотни довольных клиентов. Мы сами придумали эту продукцию, сами ее разработали, и когда мы получаем такую обратную теплую связь от вас, конечно же, хочется больше развиваться, больше производить каких-то моделей, и максимально выгодно для вас сделать там логистику, цену и так далее. Поэтому не забудьте треснуть в колокол, поставить лайкос, написать какой-нибудь комментарий, если у вас какие-то будут вопросы, вы на начинающий селлер только заходите, пишите, мы с радостью поделимся опытом, знаниями, и, собственно, спасибо за просмотр этого видео.